Право на досрочный выход на пенсию для ухода за ребенком-инвалидом предоставляется одному из родителей. В полной семье с двумя детьми-инвалидами досрочный выход на пенсию могут осуществить оба родителя. Равным право с родителями пользуются лица, оформившие опеку или усыновившие ребенка. Инвалидность ребенка устанавливается путем проведения экспертизы, подтверждается справкой М, выпиской из акта освидетельствования. Право на досрочное предоставление пенсии предоставляется на основании СТ-32ФЗ от 28 декабря 2013 года, номер 400ФЗ, последняя редакция от 7 марта 2018 года. Условия, необходимые для досрочного оформления пенсии. Оформление пенсии осуществляется в территориальном отделении ПФР. Лицу должно обратиться в фонд не позднее, чем за 10 дней до возникновения права на пенсию. Лицам, заявившим о назначении досрочной пенсии позднее наступившего у них права, назначение пособия производится с момента обращения. Более ранний период не пересчитывается. Для получения пособия необходимо исполнить условия. Подтвердить инвалидность ребенка справкой, выпиской из акта освидетельствования М. Необходимо соблюдать сроки, установленные для переосвидетельствования. Осуществлять уход до достижения ребенком 8 лет. Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается с коэффициентом 1,8. Иметь стаж продолжительностью 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин. Достичь возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Получить в процессе работы или ухода за ребенком индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 баллов ИПК. Важно! Инвалидность ребенка может быть установлена и после достижения им 8-летнего возраста. Опекунам уменьшение возраста выхода на пенсию осуществляется на первый год за каждые 1,5 лет опеки при сохранении условия возраста и общего стажа. Факт опекунства должен быть официально подтвержден. Максимальный период сокращения возраста выхода на пенсию для опекунов составляет 5 лет. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет при лишении имя родительского попечения СТ-145СК РФ. Пример о попечительстве ребенка-инвалида. Гражданин К. Оформил попечительство над ребенком с инвалидностью возраста 15 лет. По окончании попечительства и при наличии остальных условий К. Обратился в отделение ПФР для оформления пенсии до наступления установленного возраста. В предоставлении досрочной пенсии К. Было отказано. Попечители детей-инвалидов не имеют возможности воспользоваться льготой. Читайте также статью «Как получить квартиру-квартиру ребенку-инвалиду в Москве в 2020». Основания для отказа в предоставлении досрочной пенсии. Отказ в досрочном выходе на пенсию возможен при отсутствии соответствия любому из обязательных условий, недостаточного возраста соискателя. Отсутствие необходимого трудового стажа или ИПК. Оформление досрочной пенсии вторым родителям. Оформление опекунства над ребенком-инвалидом другими лицами. Осуществление ухода за ребенком в неполном периоде до достижения им 8 лет. В течение обозначенного периода ребенок не должен находиться под опекой других лиц или государства, пребывать в специализированных учреждениях. Условия применяются для родителей ребенка, подающих заявку на пенсию, и не распространяются на опекунов, получающих досрочный выход на пенсию пропорционально годам ухода. Прием в семью ребенка. Усыновление после достижения ребенком 8 лет. Лишение лица родительских прав до подачи заявления в ПФР, наличие прочих оснований в зависимости от конкретного случая. Группа инвалидности ребенка на возможность досрочного выхода на пенсию не отражается в связи с ее отсутствием. Только после наступления совершеннолетия ребенку присваивается статус инвалид с детства 1, 2 или 3 группы. Документы, необходимые для оформления досрочной пенсии. В территориальное отделение ПФР лицо, претендующее на досрочное оформление пенсии, предоставляет документы, подтверждающие право на льготу. Форма документа описания заявления составляется вместе с сотрудником ПФР по форме, предоставленной специалистами фонда паспорт обратившегося лица при смене фамилии, необходимо свидетельство о браке или его расторжении свидетельства. О рождении ребенка или паспорт при достижении им совершеннолетия опекуны дополнительно предоставляют соответствующее свидетельство. Трудовая книжка, документ, свидетельствует о наличии трудового стажа СНИЛС, свидетельство подтверждает. Факт страхования лица в системе ОПС, справка о доходах, полученных до 2002 года, о доходах более позднего периода, информация имеется в ПФР выписка из окта свидетельствования о назначении инвалидности, документ предоставляется после проведения. Экспертиза справка об осуществлении ухода за ребенком до достижения им 8 лет, факт ухода подтверждается выпиской из домовой книги, справкой о составе семьи ТСЖ, УК или другой организации, ведущей учет проживающих жильцов. В отдельных случаях факты проверяются путем опроса свидетелей, в случае отсутствия любого из документов, представления справки с нарушением сроков, лицо имеет право на дополнение пакета документов в течение трех месяцев. Превышение срока замены или дополнения документа влечет повторную подачу пакета. Порядок обращения в ПФР для оформления пенсии. Лицо, имеющее право на досрочный выход на пенсию, должен направить документы в территориальный орган ПФР. При личном обращении в отделение фонда требуется соблюсти правила, определенные приказом Минтруда и Совзащиты РФ от 17 ноября 2014 года, номер 844-Н. Подать документы при личном посещении ПФР необходимо за 10 дней до наступления права на пенсию. Обращение может быть при посещении отделения фонда лично или через представителя интересов, право которого подтверждает нотариально заверенная доверенность. Путем использования функции личного кабинета в ПФР. До отправки электронных форм необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг и приобрести отца, при направлении заказной корреспонденции через почтовое отделение с уведомлением о вручении. В письме должна присутствовать опись пересылаемых документов. Перечень представляемых документов уточняется в территориальном отделении ПФР. Если лицо обращается позже наступления возможности, воспользоваться правом можно позднее. Досрочный выход на пенсию лиц, работающих в условиях Крайнего Севера. Для граждан, работающих в сложных климатических условиях отдаленных территорий, предусмотрен досрочный выход на пенсию. Особенности возникновения основания для досрочного пенсионного обеспечения. Продолжительность необходимого для пенсии стажа в сложных природных условиях зависит от суровости климатической зоны. Предусмотрена возможность снижения страхового стажа и возраста выхода на пенсию на 5 лет. СТ 28,1 ФЗ от 17 декабря 2001 года, номер 173 ФЗ. Для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь 15 лет в условиях Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним районах. Лица, имеющие право на досрочное назначение пенсии по двум основаниям, получают возможность только по одному из них. Льготы одного назначения не суммируются. Лицам, проживающим после оформления пенсии в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним районах, получают пособия, увеличенные на районный коэффициент. По данным законодательства, при выезде граждан на новое постоянное место жительства право на получение районного коэффициента утрачивается СТ 18 ФЗ от 15 декабря 2001 года, номер 166 ФЗ. Ошибки при оформлении пенсии. Ошибка номер один. Опекунство над ребенком-инвалидом может прекратиться до обращения в ПФР для оформления досрочной пенсии. Ошибочной является позиция об утрате права опекуном досрочной пенсии в случае прекращения опекунства. Пенсия ранее срока назначается пропорционально годам ухода при соблюдении основных условий, стажа, возраста соискателя, факта опекунства над инвалидом до 8-летнего возраста. Иметь опеку в момент обращения за пенсией не требуется. Ошибка номер два. Лица работоспособного возраста, ухаживающие за ребенком-инвалидом, получают ежемесячную выплату в размере 5500 рублей. Ошибочным является мнение о сохранении выплаты при получении пенсии. Граждане, получающие доход в виде пенсии или пособия из службы занятости, право на выплату утрачивают. Читайте также статью «Пособие по безработице инвалиду второй группы в 2020 году». Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Могут ли отказать в предоставлении досрочной пенсии, если у ребенка не подтверждена снята инвалидность по достижении совершеннолетия? Право на досрочный выход на пенсию приобретают и родители, чей ребенок по достижению совершеннолетия не признается инвалидом. Основное условие – осуществление ухода до достижения инвалидом возраста 8 лет. Период ухода включается в стаж, позволяющий получить пенсию ранее наступления положенного возраста. Вопрос номер два. Можно ли применить условия досрочного выхода на пенсию, если лицо уже досрочно оформило пенсию в связи с работой во вредных условиях труда? Применить досрочное оформление пенсии лицо сможет только к пенсии по возрасту. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!